Футбольный клуб «Луч Энергия» дал старт вторым учебно-тренировочным сборам. Приморцы сейчас находятся в Минске и проводят товарищеские встречи с различными командами. На днях «Тигры» в двухматчевой серии встречались с Ярославским Шинником. В первый раз команды разошлись при счете 1-1. У «Луча» отличился забитым мячом новичок, защитник Астымир Саблиров. Вторая встреча прошла снова на равных, правда в этот раз ни одна из команд отличиться не смогла. 0-0. Как отметил новый наставник «Желто-синих» Вальдас Иванаускас, главная задача сейчас – определиться с составом на сезон. «Есть футболисты, с которыми мы уже прекратили сотрудничество по итогам первых сборов. С остальными работаем. Я не знаю тренера, который был бы доволен своим подбором футболистов. На наш сбор на просмотр приезжали не всегда подготовленные игроки. Меня это очень настораживало. Надеюсь, что с теми парнями, с которыми предстоит начать чемпионат, мы подтянем готовность и все будет нормально». Напомню, что после окончания прошлого сезона Приморский клуб покинула целая череда игроков. Сейчас на сборах руководство «Луча» рассматривает сразу несколько потенциальных новичков, которые уже тренируются вместе с командой. Спидвейсты Владивостока остались без соперника. 27 июня на стадионе «Авангард» должна была состояться первая домашняя гонка для местной команды «Восток». Наши спортсмены по графику ждали новичков этого сезона – спидвейный клуб «Октябрьский». Гонка так и не состоялась, а уже после этого официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте сообщило, что у команды финансовые трудности, и они просят перенести встречу на неопределенный срок. Стоит отметить, что «Октябрьский» существует с 1970 года. Клуб из одноименного города в этом сезоне впервые за последние несколько лет стал участником командного чемпионата России. К слову, «Восток» готовится теперь открывать домашний сезон гонкой с «Мегаладой», которая пройдет 13 июля на стадионе «Авангард». Чемпионаты первенства «Приморья» по маунтинбайку пройдут во Владивостоке. Открытые соревнования по одному из самых популярных видов велоспорта проведут на территории лесного массива в районе завода «Варяг». Организаторы гонки предусмотрели 11 категорий участников в зависимости от возраста и подготовки. Протяженность одного круга на трассе составит 4 километра. На это расстояние велосипедистам выделят полтора часа. Прогнать на большой скорости по лесам Владивостока сможет любой желающий. Нужно лишь подать предварительную заявку до 1 июля. Для самого участия будет необходим шлем и любая модель велосипеда без двигателя. Открытие соревнований состоится 2 июля в 12.00. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.